Я тогда чуть-чуть расскажу о себе, чтобы вы понимали, в каком контексте я буду анализировать, собственно, как вы сказали, как мы обозначили журналистический союз с точки зрения журналистики, с точки зрения агитации или с точки зрения того, что они сами выработали, брендировали, обозначили как чистота понимания. Как бы сначала была шутка, а потом это уже стало, в принципе, даже таким политологическим термином понятия. Смотрите, я шеф-редактор «Однако» Евразии. «Однако» это у нас такой небольшой издательский дом, куда входит журнал. В последнее время мы издали даже не журнал, а книги, то есть раз в несколько месяцев, 400-500 страничных, более трудный интернет-сайт. Ну и авторская передача, собственно, Михаила Леонтьева «Однако» на Первом канале. Вот я в рамках нашей издательской деятельности, ну не телевизионной, а именно публицистической, аналитической, занимаюсь именно евразийским направлением, то есть курсом на союз, который уже евразийский экономический у нас инвестиций, как вы знаете, вы знаете, с 1 января 2015 года, да, и дальше я должен трансформироваться уже в более тесный союз, евразийский союз. Вот, это как бы одна сторона, о которой я буду рассказывать. А вторая сторона, это то, что называется моё ремесло, чем я занимаюсь. Я политконсультант, политтехнолог, политолог, да, вот именно сфера более широкая, она не конкретно евразийская, а более широкая там, и выборы, антикризисные проекты, консультирование. То есть, соответственно, я буду как-то пытаться вам объяснить на примерах, очень прикладных и понятных, то есть не вообще, да, вообще, там, евразийский союз и так далее, да, а что это значит конкретно в нашей действительности. Действительно. Итак, вот смотрите. Начнём с простого вопроса. Вот вы. Сколько у нас стран входит евразийский экономический союз, в которых живёт? Россия, основательная? Знаете, не знаете? Ну какие? Ну какие? Ну, в России. Беларусь. Беларусь. Казахстан. Армения. Ну вот, кто состоит? Разделяйте же с собой. Состоит, вот он уже состоит, из России, Беларуси и Казахстана. И намерены к нему присоединиться в ближайшее время Армения и Киргизия. То есть, на самом деле, мы имеем дело, вот, сразу это нужно для чистоты понимания, да, то, что называется. У нашего союза нового есть ядро, то есть ядерные участники, то есть те, которые задают правила игры. Это у нас, я работаю с аббревиатурами, так понятнее нет никакой коннотации. РФ, Российская Федерация, РБ и РК, Республика Беларусь и Республика Казахстан. Параллельно с этим союз начинает обрастать периферии союза, да, то есть то, что присоединяется в процессе. То есть, я не знаю, учили, кто-то, наверное, еще учил советскую историю, да, ну вот, кто-то учил еще, да, вы вспомните. Училителем Советского Союза была РСФСР, Украина, а, например, Армения не была, отдельно Грузия не была, была Закавказская ССР, которая включала в себя и Азербайджан, и Армению. И уже потом эта Закавказская ССР трансформировалась в три разных республики, да, то есть внутри периферии обычно происходят, ну, разные процессы, интеграции, дезинтеграции, да, ну, вот, например, ну, как Крым, да, вот. Бафф, он стал частью ядра Евразийского Союза, да, хотя полтора года назад он находился даже за пределами периферии, да. Вот смотрите, значит, какая у нас есть периферия? Республика Армения и Кыргызская республика. Я просто все это как бы объездил, я как бы, ну, поэтому, сейчас мы перейдем, значит, это периферия, которая стремится, собственно, в ядро, да, и есть еще также республики, которые не стремятся, либо находятся очень далеко, да, например, есть такая республика, это Джекистан. Она, как бы, может быть, даже более интегрирована, ну, карту помните, я не очень хорошо помню. Нет, так помню. Вот, ну, просто республика Таджикистан находится по отношению к России через две границы, да, то есть для того, чтобы попасть в Россию, сначала через Кыргизию, потом еще через Казахстан, то есть вообще не то, чтобы прямой границы нет, а две транзитных границы, три получается, смотрите, вот, смотрите, и дальше у нас есть, значит, это ЕАС, да, Евразийский Союз. Ну, его так брендируют, поэтому я предлагаю относиться к названиям серьезно, вы, на самом деле, с этой аббревиатурой уже сталкивались не раз, вот вы товар как-то берете, произведете, можете увидеть там три буквы, ЕАС, обращали внимание, вот обратите внимание, на косметике, на масле, на соках, вот, вот, вам задание сразу первое, пойдете, когда за кем-то продуктами, еще за чем-то, просто берете, смотрите, упаковку, если там есть вот эти вот три буквы, ЕАС, это означает, что товар может спокойно продаваться и в России, и в Белоруссии, и в Казахстане. То есть, что это значит для потребителя, то есть, для вас конкретно, технические регламенты, сначала таможенного, сейчас Евразийского Союза, это фактически, ну, они не дотягивают, конечно, до ГОСТа СССР, да, но фактически являются требованиями поиска, ну, то есть, если в этом масле есть 72% там, чего там, жиров, да, значит, их должно быть столько. И вот эта вот заветная три буквы, ЕАС, на товаре, означает, что вы гарантированно купите что-то надлежащего качества, да, а если у производителя нет, значит, это могут быть какие-то местные мансы, да, с производителями, ну, которые не могут никуда его экспортировать, соответственно, работают только на каком-то маленьком внутреннем рынке. Так что, обращайте внимание на эту вещь, на товарах, это очень интересно. Смотрите, ну, это Союз глубоко торговый, то есть, что это значит? Это значит, что внутри этого Союза есть свободное движение товаров, то есть, не имеет значения, что и где вы произвели, ваш товар спокойно пересекает любые эти границы, то есть, это может быть произведено, например, в Бресте, да, но спокойно поставляться на рынок, там, Алматы, совершенно уже на китайской границе, и ничего для этого нет. То есть, свободное движение товаров, свободное движение капиталов и свободное движение людей. Ну, капиталов это, понимаете, да, то есть, ведение бизнеса, когда вы спокойно, без всяких офшорных схем можете, ну, вы, крымчане, можете быть учредителями какого-то предприятия в Казахстане, то есть, вам ничего для этого не нужно, да, ну, подать документы, стать учредителем, вам не нужно там нигде даже регистрироваться, точно так же казахам, если они смогут, соберутся открыть бизнес в Крыму, или белорусов, или вам, белорусов. То есть, дальше, свободное движение людей, ну, что это означает? Это очень полезные вещи, например, медицинское обслуживание, да. Что-то случилось у вас, там, зубы заболели, например, находясь в Беларуси. Вот, у вас взаимное признание государством, то есть, в Минске и в Москве, предоставление медицинских услуг, и вы ими пользуетесь просто наравне с Белоруссией. Это, кстати, приводит к интересным парадоксам. Дело в том, что, вот, например, в Беларуси сохранена наиболее полно советская модель медицины, вот, там, вирус, коррупция не так сильно проник, и коммерция не так сильно проник, как, например, там, в России, ну, про Украину я уже не говорю, ну, тут как бы очень важно. В Украине медицину советскую нормальную погубила коррупция, да, в России ее губит коммерциализация. Ну, это видно, например, особенно крупных городов, да, когда специалисты вымываются в частные клиники, открываются, ну, вот, на примере стоматологии, это видно вообще наглядно везде, да, то есть, как была уничтожена государственная система стоматологии, да, когда специалисты оборудования, технологии перекочевали в частный сектор, да, в результате уничтожена государственная, да, а частная на этом фоне паразитирует, да. Вот, если украинскую модель, ну, вам понятно, вы же, как бы, крымчане, вы, соответственно, понимаете, как там, как здесь устроено, ну, еще в России не очень понимаете, ну, как бы, начинайте разбираться. Вот, а в Беларуси сохранена советская такая модель, вот, там частных клиник практически нету специалистов, поддерживают, ну, в первую очередь, социальных гарантий. Вот, и появились медицинские туристы, например, из России, почему? Потому что, вот, в Беларуси, наверное, одни из лучших хикрадиологов и онкологический центр. Это же очень дорогостоящие операции, да, и последующие, ну, сопровождающие химиотерапию, поддержку и все. Ну, соответственно, так как гражданин России располагает полными правами, как и в Беларуси, да, то, соответственно, просто переехав даже на полгода, на годик в Беларуси, тебе для этого ничего не нужно, не регистрироваться, не менять, да, ты автоматически начинаешь пользоваться благами уже, как бы, этой медицины. Ну, я к чему об этом говорю? То есть, так как республика маленькая, да, всего 10 миллионов, это привело к легкому перекосу, например, что не стало не хватать чередников там для своих, да. Из-за этого, в этом нет ничего не плохого, не хорошего, просто я к чему говорю, что зная новую политэкономическую реальность, этим можно удобно пользоваться, в том числе и для себя. Вот, например, в Казахстане бензин еще дешевле, чем в России, ну, с чем сравнивать, да, поэтому масса жителей приграничных городов просто ездит и заправляются в Казахстан, да. Казалось бы, простая вещь, да, но я думаю, что если бы была бы открыта сейчас граница с Хельсовской областью, то все так же делали бы все это. Вот эти вот обеспечения свободного движения товаров, капиталов и людей, на самом деле открывают массу возможностей. Причем, возможности вот какого порядка? Вот смотрите, я наблюдаю за тем, как Крым интегрируется. То есть, я бываю каждый месяц, в принципе, в Крыму, вот начиная с прошлого года, для того, чтобы смотреть, как вообще что происходит, как оно работает именно на этом уровне. Смотрите, Россия находится в состоянии уже экономической войны с своими конкурентами. Это, вы можете видеть по телевизору, да, в частности, Россия ввела продуктовый эмбарго, да, против ряда производителей. Фактически для Крыма вот эта возможность. Крыма же что произошло? Крым раньше был в юрисдикции южной страны. Ну, Украина так или иначе южная, теплая страна, да, где ему надо было составлять конкурентство, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровская область, да? А теперь-то Крым находится в юрисдикции северной страны. То есть, в реальности северные регионы России могут потребить столько продовольствия, сколько им смогут предоставить южные регионы. Особенно учитывая климат Крыма. Вот если бы вы бывали, например, кто бывал в Киргизии, да, если в Крыму ближайшие полгода-год не поймут, насколько востребовано в России овцеводство и коневодство, то эту нишу займет Киргизия, у которой точно такой же климат, как у Крыма, то есть очень теплый, да, но пока что они еще не находятся в Союзе, они не могут свободно поставлять. То есть только, например, продажа польских яблок формировала в Российскую Федерацию, формировала, ну, называю, там, от 1 до 2%, вы представляете, да? Только продажа яблок. То есть, соответственно, ресурсы для Крыма надо искать не в обращении к федеральному центру «Помогите, там, нужно это, нужно это, нужно это». Нужно вот в этой вот ситуации, которая вообще подарок судьбы, искать свои ниши. То есть, в первую очередь, сельское хозяйство и сельхозпроизводство, то есть, я ем разные продукты, да, вот в Крыму еще удалось сохранить у местных производителей во многом, то самое ГОСТовское качество, вот, ну, я почему могу судить, да, то есть, и сравнивать, там, молочную продукцию, да, в Крыму, она по уровню качества, как, например, в Вологде, вообще молочной столицы России. Ну, я, что, Джанкойского производителя могу сказать, там, потом, Крыммолоко, да, Сакский молокозавод. Ну, вот я вот изучил даже немного... А Молочинский, да? А Молочинский, ну, не знаю, я, правда, могу знать по-своему примеру. То есть, продукция такого качества в России, особенно в северных регионах, ну, на Кубани, понятно, может создать, ну, фактически, целую отдельную индустрию, да, тем более, участвуют незапаханные поля. То есть, вот, сильно по стеклому Крыму проедешь, ну, это же просто, ну, это позор, да? Ну, на месте, как бы, растений и воз, например, табаководства, которые фактически загроблены, да, но широты и климат позволяют это все произвести. Почему? Потому что, смотрите, самое важное. Вот этот вот наш новый союз, который образовался, его отличают две важные черты. Это союз континентальный. Что это значит? Это значит, что основные торговые пути, которые будут проходить внутри этого союза, они будут не морские, например, как вот США и Британия, то этого, оно обеспечивало всю свою внутреннюю потребность внутреннего своего рынка экономики за счет морских перевозок, да? Россия и формирующийся вокруг нее союз, это континентальный союз, в котором главные магистральные пути должны быть обеспечены товаропотоками. Что это значит? Вот посмотрите, например, делали ваши кубанские, но в данном случае конкуренты на рынке сельхозпроизводства в прошлом году. Из Украины, из Херсонской области, в первую очередь, заходила дешевая сельхозпродукция. Ну, еще за счет этой вот курсовой разницы гривна-рубль, да? Которую долго удерживали здесь завышенный обменный курс, да? Кубанская заходила, перегружалась на фуры кубанские и уходила на рынок других регионов. Внимание, вопрос, кто в этом виноват? То есть, фактически, в Крыму на протяжении года была уникальная хозяйственная ситуация, когда можно было саккумулировать у себя запасы сельхозпродукции, в идеале еще и переработать ее, потому что, когда вы зарабатываете на яблоках, это одни деньги, когда вы зарабатываете на пюре, это другие деньги, а когда вы зарабатываете на соке, это уже третьи совершенно деньги, совершенно другая добавленная стоимость, да? И фактически стать таким вот, как бы, ну, пылесосом, который собирает сельхозпродукцию, перерабатывает ее, переупаковывает и поставляет на открывшейся рынок России. Огромный, ну, неимоверно огромный, да? Для двухмиллионного Крыма два с половиной, сколько же, два с половиной, да? Севастополь. Сейчас то же самое происходит, вон фуры стоят под Ашановым, там то же самое перегружается продукцией. Ну, так смотрите, молодцы, то есть кубанцы сориентировались, они молодцы, у меня вопрос, почему крымчане не сориентировались? О том, что это, на самом деле, это должен быть стержневой проект для Крыма, именно государственный, то есть, когда вы начинаете перерабатывать, срабатывает первый закон экономики, да? Чем более сложная деятельность у человека, ну, марксистов, чем более сложная деятельность у человека, тем более высоким общественным отношением он готов. Ну, что это значит, да? Если вы что-то собираете руками, да, значит, у вас как минимум голова устроена так, что вы можете иметь причинно-следственные связи, да? А если у вас голова ничем не забита, да, то почему Че Гевара жаривался на крестьян, когда поехал устраивать революцию в Боливии, да, ну, до них невозможно достучаться до крестьян. Они живут в своей сезонной логике, как бы, и все. Ну, у крымчан другая игра. У крымчан, и там эта технология, еще сезонно что-то, еще и сезонно что-то, это вот как-то, да. Не столько сезонно, у них сейчас идет национализация и районские зарплаты. Передел собственности, да, прощайся, без права. Причем, передел собственности, это система правовых отношений. Я же говорю о хозяйственно-экономических проектах, которые могут решить главную проблему, проблему занятости. Понимаете, в Крыму главная проблема, это проблема занятости, потому что экономические связи с украинской юрисдикцией, ну, не прерваны, но уже порваны глубоко, да, какие-то остатки остались в учебе. Вот, но, учитывая, что Крым же не зря его, как бы, передавали в состав УССР, да, почему? Потому что была сугубая экономическая логика, никто не мыслил вообще никакими категориями, там, распада союз, но никто же не думал об этом, не думал. Но точно так же Южная Осетия осталась в составе ГССР, Грузинской ССР, да. Почему? Потому что Северная Осетия через хребет, Южная Осетия с этой стороны хребта, учитывая, что, ну, как бы, товаропотоки удобнее организовывать так, ну, и вот так вот нарисовали, как бы, и все. Но, ситуация, я вам подчеркиваю, ситуация новая. Ситуация заключается в том, что вот здесь вот вы можете беспрепятственно поставлять на огромный рынок, а в ситуации украинской юрисдикции вы оторваны от всех рынков, вы бы даже и хотели бы куда-то поставить, вы этого не можете, да. Поэтому Крым превратился в пылесос, да, ну, который высасывает оттуда и перебрасывает на более глобальный рынок. Вы же поймите, для бизнеса вообще не имеет никакого значения. Кто там, кто кому Рабинович? Если есть, как бы, мои 20%, да, я на этом зарабатываю. Без разницы. Вот. И что получается? Получается, что херсонские сориентировались, кубанские сориентировались, а крымские щелкать? Ну, давайте назвать вещи свои времена. Ну, так же получилось? Вот я считаю, что так получилось из-за непонимания реальной ситуации, политэкономической, в которую попали граждане Крыма, новую, да? То есть, ну, одно дело бегать, как бы, и выпускать футболки, Крым наш, да? А другое дело сделать Крым наш инструментально, то есть его интегрировать. Причем интегрировать в наиболее выгодных условиях. Потом почему? Потому что, к сожалению, у нас как устроено? Финансовая политика федерального бюджета Российской Федерации больше похожа на финансовую политику, например, Киева. Она заключается в чем? Все аккумулируется наверх, да? А потом ручейки спускаются вниз. Это, с одной стороны, неплохо, потому что удалось доходы бюджета нефтяные в одну кучу сбить, газовые, да? Ну, поэтому профицитный бюджет в клубе и будет, и поэтому огромные золотовалютные запасы. Но это убило инициативу на местах, ну, что называется. Ну, почему? Все же так нормально. Ну, а что? Деньги же прикроют, да? И это приводит к таким уродским явлениям, вы слышите, наверное, за федеральной повесткой, да? Отмена вот этих электричек, да? На чего чуть не нашло? Чуть не нашло фактически до как бы социального коллапса. Почему? Потому что включается сугубо финансово-либеральная логика. А финансово-либеральная логика, она вообще не предполагает никакой социализации. То есть, если ваши элиты, правящие, стали заниматься исключительно администрированием финансовых потоков, ждите социальной катастрофы. Ну, вот, просто ждите ее гарантированно. Поэтому, если в Крыму продолжат на управленческом уровне заниматься администрированием финансовых потоков, все будет точно так же высасываться, как херсонские продукты, на Кубай. Они будут проходить транзит. Просто транзит. Поэтому, мой тезис номер один. Вот эта вот система нового нашего ЕС, она глубоко капиталистическая. То есть, многие пытаются изобразить там СССР 2.0. Ну, что такое? Придать этому такой вот абсолютно идеологический... Ну, ностальгируют многие, особенно старшее поколение. На самом деле, одники МССР 2.0 не являются. Ну, вот, не надо, как бы, испытывать никаких иллюзий. Это союз сугубо экономический, основанных на, как бы, правилах классического капитализма, промышленного, не финансового, а промышленного, да? Промышленного капитализма, которого основой является, ну, если мы говорим, модель Российской Федерации, то это, конечно, нефтегазовый, ну, нефтегазовый сектор, вооружение. В Беларусь получше, ну, она очень маленькая, после 10 миллионов, потому что высоко развитая машиностроение, нам более сохранили, именно сборочную. Республика Казахстан имеет, фактически, структуру экономики в Российской Федерации. То есть, нефтегазовые доходы, ну, их вообще заваливает импорт китайский, вы же понимаете. У Казахстана граница с Китаем, там вообще невозможно, я общался с такими людьми, в том числе и бизнесменами, невозможно ничего производить. Почему? Ну, потому что рядом Китай. Вот ты что не возьмешь, вот, как бы, производить? У них все равно дешевле, потому что у них внутренний рынок миллиард. А у казахов внутренний рынок 15 миллионов, да? Ну, более широко, 160, ну, 180, 180, да, как-то так, да? А там миллиард, это что значит? Что выпустить любую ручку, фломастер, да, попав на внутренний китайский рынок, она, как минимум, ну, это не будет неприбыльный проект, потому что ручки все равно нужны, да, на миллиард есть 100 миллионов школьников, они все равно купят какие-то дорожки. Вот. Поэтому, смотрите, чисто экономически, ну, как утверждают разные экономисты, да, они называют от 300 до 400 миллионов, нужно, чтобы был самый достаточный рынок. Для того, чтобы на рынке появлялся смысл внедрения чего-то более сложного, чем стул, стол или там швейная машинка, он объем должен быть выше, ну, в районе, ну, от 300 до 400 миллионов. Это позволяет запускать уже разработки, ну, вот смотрите, с точки зрения бизнеса, космос вообще бессмысленно, да, был до тех пор, пока не началось спутниковое вещание, да, ну, спутниковое, ну, и передача гражданского сигнала через спутниковое. Но для того, чтобы инвестировать, туда были просто неимоверные деньги, да, которые можно было потратить на другие более приземленные вещи. Просто государство может себе позволить инвестировать больше, чем просто базовые вещи, да, только при получении сверхдохода. Да, вот почему в России удалось стабилизировать, ну, стабилизировать, в принципе, все сферы, да, за счет того, что формировались сверхдоходы от продажи нефтегазов, да, и, а это уже можно и в науку, и в вооружение. А когда у тебя государство представляет из тебя что-то типа, например, там, Молдавии, да, рынок внутренний 4 миллиона человек, да, ты в принципе, что бы ты ни делал, ты в принципе не способен ничего воспроизвести с высокой добавленной стоимостью. Поэтому Евразийский экономический союз на данный момент, ну, давайте его обозначим с учетом мигрантов всех остальных, это максимум, даже если быть точным, это вот так, у нас меньше, нет, меньше, меньше равно, да, 200 миллионов. Этого недостаточно. Этого недостаточно, поэтому Евразийский экономический союз будут давить со стороны, в первую очередь, Юго-Восточной Азии и Китары. Дело в том, что если мы посмотрим на нашу карту континента, ну, мы ее как бы схематизируем, да, вот наш континент Евразия, вот здесь у нас есть Юго-Восточная Азия, да, здесь у нас есть Евросоюз, здесь есть Ближний Восток, вот Юго-Восточная Азия, а здесь еще отдельная такая глыба, да, это у нас Индия, вот Юго-Восточная Азия, это приблизительно 2 миллиарда, да, из которых больше миллиарда Китай. Индия, где есть 1 миллиард, вот, есть Европейский Союз, стоп у нас там сейчас, около 400 миллиардов, да? Полмиллиарда, пишите, 0,5, и у нас есть Ближний Восток, где общей сложности, по-моему, 0,7 миллиардов. Ну, если я включаю и Турцию, там же густонаселенные, и Иран, ну, это весь регион Ближнего Востока. И вот в этом все, вот в этом все, вот тут вот болтаемся мы. В этом смысле разницы нет. Казахи, русские, белорусы, крымчане, украинцы, молдаване. Зачем я нарисовал эту схему? На протяжении последних 500 лет, вот что очень важно, 500 лет, с момента эпохи великих географических открытий и вообще внедрения, ну, на самом деле время ускорилось, потому что если раньше груз шел из Лондона в Стамбул в месяц, да, а потом время ускорилось, ну, вы, наверное, играли в группу цивилизации, там это все показано в мультяшной форме, да, то есть технологии начали усилять скорость, да? Это привело, например, к какому эффекту? Вот если еще в 70-х годах 20-го века логистические расходы внутри товара составляли около 10%, а теперь они составляют не больше 2%. Это что позволило? Это позволило размещать производство где угодно. Дешевая логистика позволила это все делать. Вот смотрите, когда произошла научно-техническая революция около 500 лет назад, то вот здесь у нас, на северо-западе получается, нашего континента, образовался центр развития цивилизации, то есть там, где были передовые технологии. И до этого, когда был закат Европы, например, он находился у арабов. Медицинские разработки, военные разработки, инженерные разработки, да? До этого он находился вообще там в районе Египта, да? То есть, ну вот, в север-Африке находился, был центром развития цивилизации. 500 лет, с момента, ну это обозначил Маркс как зарождение капитализма, капиталистических отношений, центр смустился в сюда, в Западную Европу, и в его колониальное приобретение уже на другом континенте, да? Потому что мы потом узнали как США. Но, сейчас мы живем, к чему это привело, да? Что очень важно. Это привело к неравноценному товарообмену. Самый яркий, неравноценный товарообмен, вы знаете, как, насколько купили остров Манхетта, да, у людей. То есть, несколько кремниевых ружей, какие-то там, украшения и так далее. Вот здесь вот стали производить товары высокой добавленной стоимости. То есть, станки уникальны. Вот представьте, ни у кого в мире нету станков. Вот вообще. А станки позволяют делать ружья на месте. То есть, раньше мы как? Где-то в Голландии купили ружья. Вот, вождь племени, не знаю, Вилариба хочет победить вождя племени Вилабаджа. Для этого надо купить сто оружий. Ружья производят в Германии, в Британии, во Франции и в Италии. Вот есть четыре места, где ты можешь купить ружья. Или пушки, да? Или в России, например. И тебе нужно доставить это. То есть, ты ищешь какой-то головняк, да? Ты не можешь себе доставить. А кто может доставить? А доставить может тот, у кого есть флот. А у кого есть флот? А флот есть у Британии. То есть, Британия производит ружья. Британия доставляет ружья. То есть, она обладает уникальным товаром, на который есть спрос и который не производит никто, да? А для того, чтобы уничтожить конкурентов, да, британцы запускают проект, управляемое пиратство, капельство, да? То есть, ну, надо же топить конкурентное оружие в кременах. Вот так работала эта экономика. Это приводило к тому, что ружье, изготовление которого в себестоимости, это работа рабочего где-нибудь в Лондоне, не очень дорогая, да? Но обменять его в провинции можно на мешок пряностей в Индии, например, ружье, да? И, доставив этот мешок пряностей в Лондон, и продав его на бирже, вы получаете ресурсы для производства старых жителей. По такой же схеме, например, устроена была работорговля, да? С чем столкнулись? Пошел спрос на табак. Это как раз происходило в эти 500 лет, чтобы вы понимали, какие процессы нас ожидают сейчас снова. Возник был спрос на табак, но местные жители плохо работают под палящим солнцем Гаити, Кубы и так далее, да? Поэтому будем завозить работу, да, выносливую, из Африки. Но ведь это же не то, что знаете, как бы работорговля возникнет, типа, ах, давайте вот такая идея, давайте, значит, торговать рабами. Нет. Вождем племеню, соответственно, нужно было оружие, да? Соответственно, оружие менялось на невольников. Невольники попадали, они производили там продукт. Продукт в виде табака сырого уходил в Англию. В Англии из сырого табака крутились уже сигары и сигареты, которые уходили к этому же вождю племени, у которого купили его рабов, снова в обмен на свежую рабочую силу. Значит, смотрите, все фигли-фигли, которые происходят последние 500 лет, и особенно как обанкротили Советский Союз, он заключается в неравноправной торговле. Когда тебе навязали торговые правила, которые тебе изначально невыгодно, навязывают по разным схемам. Классическая схема, это там подкуп элит, которые хранят деньги, там, а здесь все уничтожают, да? Так возникли инструменты МВФ и остальной колонизации. То есть цель провести деиндустриализацию. Но в Юго-Восточной Азии сейчас сформировалась, вот здесь последние 500 лет была мастерская, здесь была всемирная мастерская товаров по производству с высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичной. за последние 25 лет в Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, перехватил инициативу мировой мастерской. Если вы посмотрите, это вы уже точно должны помнить уже сами, как эволюционировали товары, произведенные в Китае. Товары, произведенные в Китае, начинались с шерпотребов куговиц, стаканщиков и вообще простейших вещей. Я это еще очень хорошо помню, да? И доэволюционировали они уже, извините, до автомобилестроения. Уже, кстати, обогнали гражданское, наверное, и российское, и украинское автомобилестроение. Современные китайские автомобили-то получше были, чем там Автозаз Дэну и Лада Калина. Ну, подешевле сложно, сейчас курсовые колебания, вроде как бы не дешевле. Вот, то есть за 25 лет они прошли. Но, для того, чтобы производить товары, их надо куда-то продавать. Проблема Юго-Восточной Азии в том, что внутренний рынок объемен, но еще нужен, как бы, куда это продавать. И, соответственно, сейчас главный проект, который строят общекитайцы, они называют это «Великий шелковый путь». Это товар по доставке, это путь по доставке товаров в Западную Европу и на Ближний Восток. Хотим мы это или нет, но вот этот вот, как бы, новый торговый путь, он на самом деле не новый, он уже один раз так и был. Китай уже был мировой мастерской, собственно, на чем и создался вся империя Чингисхана. Вся империя Чингисхана, это был контроль над потоком товаров из отсюда, сюда. Ну и наоборот, это же товар один, сюда, чтобы меняться. Один раз уже такое было, и сейчас вот эти вот несчастные 0,2 миллиарда, которые мы представляем себя мы, в этом смысле не имеет значения, в еды или не в еды, или на периферии. Стоит вопрос, кто будет контролировать вот эти вот сухопутные потоки товары. Если здесь будет очень много границ национальных, то, соответственно, вся торговая призыва будет оставаться, как всегда, на границе. Но это же известный факт. Если вы хотите что-то уничтожить, поставьте две таможни. Поэтому таможенники с одной и с другой стороны заберут себе всю торговую призыв. Соответственно, чем больше будет здесь таможен, тем больше будет доходить до государства и, соответственно, до людей. То есть будет какой-то короткий всплеск паразитарный, как он был на Украине, как он был в Кердизе, с попытками устроить такой как бы серый транзит. То есть он не белый, он такой. Мы же не знаем, что заходит в Одесский порт, не знаем. А дальше оно уже оказывается и в Москве каким-то образом, и в Минске, и еще где-то. Вот. Поэтому смотрите. Оно, конечно, все хорошо и здорово, но вот эти вот 0,2 миллиарда, которые мало того, что сидят на торговых путях, они еще и контролируют неимоверное количество ресурсов. Потому что живут они, это северяне. Вот это северяне. Вот это вот жители Евроатлантики, то есть это морские жители, с севера морских. Это восточные люди, ломады в основном, тюрки. Это вообще азиаты, у них кто-то другой взгляд на них. Это северяне. Собственно, я для удобства называю жителями евразийцами, потому что этот весь путь, он проходит через Великую Степь. Великая Степь, она начинается... Ну, знаете, это вот зрелище неимоверное, когда идет саранча через перча, да? Через перчинский круг. Вы же видели кремчатника, да? Это же нереальное зрелище. Ну, собственно, вся эта саранча, она и собирается со всей степи. Вот она начинает идти от Алма-Аты. Вот степь начинается в Алма-Ате, а заканчивается она уже в Молдавии. Вот есть такой народ Гагарузы. Вы слышали, наверное, не слышали? Это тюркский народ, ближайшие родственники казахов. Там, кстати, в городе Камрати стоит Бюст, Назарбай. Но они православные при этом. Тюрки, православные, они докочевали вот ровно по этому пути вместе со всеми вот ордами, которые шли не так давно на самом деле. Всего-то сколько? Тысячу пятьсот лет назад. И вот они дошли и сели в Молдавию. Почему? Потому что это степь. Вот этот регион степной, его контролируем мы. Кстати, Крым это важнейший такой пупок этого степного пути, потому что он соединяет степь и море. То есть это как бы точка входа. Но, собственно, как он и был устроен, Крым изначально. Здесь столица скифов, которые товарный обмен, а здесь колонии греческие. И у них, соответственно, степные народы обмениваются товарами с средиземноморскими морскими народами. Потом на эту же тему сели генуэзицы. Точно так же. Они, будучи морским народом, здесь, соответственно, появились представители уже кого? Ну, крымские тоталии. Тоже степной народ, который точно так же вместе с одной сюда пришел. Потом точно так же пришли русские. Тоже степной народ. Ну, лесо-степной, если быть точным. Только они ползли с севера. Вот шли, 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 шли. Вот сюда здесь все сели. И точно так же контролировали точку входа степи и точку входа моря. Поэтому для Крыма ключевой вопрос в этой схеме. Очень хорошо, что уже попали под колпак защиты. Потому что торговые пути – это места, на которых всегда происходит война. Вот Крымская война 1853-1856 года, это, на самом деле, была война за торговые пути. То есть, на самом деле, в Санкт-Петербурге много рассуждали о православии, мире и цариотечестве, в Турции много рассуждали о правах местного населения, мусульманского. А на самом деле стоял вопрос, кто будет контролировать вывоз из нашей части степи пшеницы. Потому что на тот момент Россия из себя представляла… Сейчас у нас нефть с газом, тогда береговое плодовое – это была пшеница, лёд, ну вот такие вот продукты сельского хозяйства растягиваются. Так, собственно, возникла, например, Одесса. То есть, за счет чего Одесса в 25 лет стала третьим по богатству городом Российской империи. Да, и вообще разрослась. Ну, потому что была реализована очень удобная, кстати, схема. И люди, которые создавали вообще это все при Черноморье, они очень логично все делали. Вот смотрите, что из себя представляет наше при Черноморье, да? Вот здесь вот у нас есть Одесса, да? Здесь у нас в мусе стоит Николаев, ряд мелких портов, здесь у нас есть Севастополь, да? Здесь у нас еще и Патополь. Вот сюда вот, со всей степи, стекается вся пшеница. Но для того, чтобы, как бы, централизовать торговлю, она все стекается в торговый порт, в котором была Одесса. Но весь этот залив, куда стекается вся, контролирует военно-морской порт, у которого вообще там торговля, через него, собственно, никогда не шло. То есть, вот эта вот вся система портов, точки входа между степью и морем. То есть, вспомните, что было в Крымскому войну. Война вроде крымская, да, а бомбили Одессу, да? Сказал, вроде же война тут идет, да? Был еще третий театр военных действий, да, на Кавказе, который тоже является Черноморским регионом. Соответственно, вот эта вот система, в рамках которой функционировал всегда Крым, одна из ключевых точек входа между степью и морем. Теперь получается, что на данный момент, рано или поздно эта экономическая модель восстановится, она как бы, это неизбежно, потому что, ну, это вот все, оно работает только в рамках единой экономической системы, да? Но на данный момент, когда у нас есть разрыв, именно, точки входа от степи сюда, да? То есть, соответственно, для Крыма становится вопрос, да? Нахождение на данный момент своего места в рамках нашей схемы номер 1 ЕАЭС, да, то, что мы говорили, общего рынка, да, и своего местоположения. Вот, с моей точки зрения, те санкции, которые сейчас наложены, да, на Россию, плюс некая тенденция к автономизации экономической модели, да, приводит к тому, что южные регионы, в данном случае не только Россия, да, и Казахстана, там же тоже Крыма прекрасная, и самая южная региона, они получают уникальную возможность освоения своего северного рынка. То есть, что это значит? Вы посмотрите, на самом деле, федеральный центр даже дает вам подсказки, как происходила интеграция Крыма. Каждый район привязали к какой-то области, которая ответственна, да? В частности, районы, густо населенные крымскими татарами, привязали к Рашкортостану и Катарстану, это правильно, да? Но, что, по идее, должен, как бы, инициировать в данном случае Крым, да? Вот у каждого этого района должны появиться торговые дома в том регионе, да? Причем, смотря по каким, например, Вологда тоже с кем-то является с Евпаторией, да? Понятно, что молочную продукцию с Евпаторией Вологда продавать беспонтово, да? Ну, беспонтово, да? Или помидоры в Краснодар. Бессмысленно же, бессмысленно, да? Поэтому возникает вопрос, да? Как мы эту модель будем запускать? С моей точки зрения, запускать нужно в виде соревнований. Так вот, как бы, добрые социалистические соревнования, привязываясь к этому, например, социальные выплаты, да? Ну, есть же, как бы, базовые социальные, например, пенсия, да? А есть то, что может быть выплачивать уже, как бы, и субъект федерации, который, то есть, вот давайте, окей, наш Сакский район отлично освоил, там, Пензенскую область, там, нарастил поставки, там, 8 раз, 10 раз, и так далее, да? Бац, получите свой бонус. Почему? Потому что, вот в данном виде, с условия разорванных экономических связей, значит, 2,5 миллиона здесь будет ужасная эмиграция. Ну, я, сколько я знаю, она уже, как бы, наблюдается, вот, ну, не взлетит, короче, вот, как бы, если в Крыму не запустится, в первую очередь, сельхозную систему сельхозпроизводства и переработки, да? Второе, ну, флот, понятно, это государство все сделает для этого, вот, все эти заводы и так далее. И третье, если здесь просто вообще не поймут, что есть мы, южане, и наши цифры в том, что к нам приехали, оставили деньги, а что мы должны у себя здесь производить, туда поставлять, то, ну, 2,5 миллиона окажутся в очень, в очень тяжелых услышках. Вот, ну, просто к этому надо готовиться, потому что война здесь будет только разгораться, она будет, ну, и дальше идти, фрон будет сдвигаться, соответственно, чем жарче будет здесь, тем плотнее будет закрыта вот эта граница. Моста, понятно, не будет, ну, сколько там у него, 3 года, да, если? В 2018 году. Спасибо, ну, извините меня, эти 3 года надо как-то прожить, ну, как-то, да, правильно? Вот, поэтому, смотрите, коллеги, я заканчиваю вводную часть, экономическую, да, и перейду уже к набору гипотез. Ну, то есть, это то, что я ожидаю, ну, не факт, ну, как бы, ну, это, может быть, очень смело будет, ну, не знаю. Смотрите, значит, с чем мы имеем дело? Теперь вот так вот уже надо говорить по-честному. Когда в Москве приняли решение брать Крым, вместе с Крымом, ну, как бы, это как в прикупе шло, да, две карты. Туз и шестерпиковая, да? Билет на мировую войну. Под мировой войной я имею в виду конфликт интересов. Мировая война может быть горячая, может быть холодная, да? Это было связано с чем? После развала Советского Союза среди мировых элит наступил, ну, назовем так, консенсус, да, связанный с чем? Что есть только один игрок мировой, и он решает, кому прирастать территории, кому терять территорию. И так как в Москве, и до этого в России, ну, везде, в принципе, соблюдали этот консенсус, да, а вот, учитывая, ну, первый раз дерзко поступили в Южные Сети, но там все-таки был вопрос объявления независимости, да, ну, вот, суверенная, независимая Южная Сеть, а поэтому вот так. А вот прямой прирост территории, это, ну, как бы, вызов миропорядку, и у американцев сейчас вообще нет никакого выбора, ну, вот, нет никакого выбора, кроме как втянуть Россию в конфликт. Почему? Потому что, если они это спустят, Россию, то наследующая Индия, которая, как бы, тоже проявляет свой суверенитет, Китай, который проявляет свой суверенитет, да, и масса вот всяких, вот, вот, их вещей. Плюс, что еще очень важно, этот консенсус держался на непобедимости армии Соединенных Штатов, ну, как-то, то есть, все локальные конфликты после развала Советского Союза решались в пользу того, куда вмешивались Соединенные Штаты, правильно, да? Первый раз система голосбоя в Южной Осетии, в Украине, сейчас она, как бы, вообще ополнится не успеем, да? Поэтому билет уже вытащен. Ну, все. Теперь вопрос в следующем. Либо эта война пройдет в торгово-экономической форме, либо она перейдет в горячую форму. Это связано исключительно с увеличием ядерных вооружений. Ну, если бы, ну, это как к вопросу, почему вся элита бурится в швейцарские горы? Именно на случай ядерной войны. Потому что, как бы, горы это единственное место, где можно, как бы, спрятать себя, свое потомство и свои капиталы, да? Ну, чего им толку, да? Вот поэтому банк будут бомбить в последний момент. Место, где хранятся идеи, а если оно еще находится глубоко. В Штольнях, то, как бы, там это можно пересидеть. Поэтому никто, на самом деле, не снимал с повестки дня глобальный конфликт ядерный. Вот, он немножко подутих. В связи с тем, кстати, о товарообороте, смотрите, бомбите. Западенцы не ленятся поставлять, между прочим, в закрытый Крым свою воду. Это то, что осталось? Я не знаю, за что осталось. Да там очереди стоят с этих фур. Так, ну, так, я же о чем и говорю. Ну, то есть, ну, вот, это пример прагматичного мышления. Это вода, выпущенная во Львовской области. Я просто там бывал, наверное, правда. Моршин. Вот. Плохая. Ее купили. Вот смотрите, вот, крымчане-организаторы купили эту воду, или хозяева помещения. То есть, в этой воде есть, ну, вода это вообще сверхприбыльный бизнес. Тут заработок очень хороший в воде, потому что затраты копеечные, только на выдать бутылку, да? И какая-то часть этой прибыли попала во Львовскую область. Ну, так же же получается. Попала, я вам сейчас скажу, Моршинский завод минеральных вод «Оскар». То есть, попала кому-то во Львовскую область. То есть, мы сейчас на нашем мероприятии отправили во Львовскую область энное количество рублей. Кстати, произведено там за гривну, а продано здесь за рублю. Чувствуете? Но при этом крымчане ничего не поставляют в Львовскую область. И вот скажите мне, пожалуйста, и кто после этого, как бы... Робиновича. Ну, кто? Ну, по факту, да? Ну, так же же получается. Так. Поэтому, как бы, более надо смотреть там, где наши товары, там наши интересы. Кстати, вот пиво, да? Было прекрасное Семперпольское, я помню, пиво, когда в 1999 году где он жил? Ну, есть, есть. Называется по-другому. Да, Кубань его развивается. Да, ну, я в конкретном... Я его перестал видеть в так широко, как это было 15 лет назад, да? То есть, как корпорации задавили местного произведения. Чего, как раз, тоже не имеют потому, что там валюты, в принципе, это было не буду спешить. Ну, на что мы тут не валенки? Ну, я ж... Это мои личные наблюдения. Да, я просто... Нет, вот... Хороший тезис был о том, что на государственном уровне сориентировали больше Кэрсов, а ПРМ, вроде бы, не имея все возможности, не сориентировался. И транзитом отдавал. Но есть еще нюансы, что дать в общую копилку. Ситуация по поводу тоже будет. В Крыму в достаточно долгое время действовала схема, при которой на иностранный день выдавались гранты на холодильное оборудование, на фитрицы, тушь и выдают кредиты с условием продавать клубнику только вот нам. И отводить это дело в Москву. Все это делалось потонько, спокойно, мирно. Рынок был не заполнен в процентов на 92. И первую клубнику забрали именно Крымскую, потому что нет листа, они не скрипят на зубах. То есть есть народ, который ориентируется в Крыму. Но это корпоративно-клановое что-то, которое надо вывести на что-то более... Тогда это просто должны быть республиканские программы. Вот и все. Ну вот, например, учитывая количество мусульман в крупных городах России, спрос на баранину неимоверный. Ну то есть он реально неимоверный. Вот в Москве как бы нереально купить за доступные... Это надо идти какому-то там... Ну спрос огромный. Россия во многом мусульманская в стране. Крупную передачу не проявляет. Здесь климат. Могут такие отары овец пустить. Просто... Вопрос, кто первый это сообразит. Я не исключаю, что эти первые сообразят бизнесмены из Адыгеи или еще откуда-то, где даже нет таких прекрасных условий. Но что это значит? Это значит, что заработок будет во многом уходить частному капиталу не крымскому. Я же заинтересован в том, чтобы деньги оставались в государственном секторе. В первую очередь в государстве. Поэтому смотрите. К чему я вел? Сейчас у вас будет первый ролик, я чуть передохну. Это тезис номер один и вообще самый главный, самый вообще основополагающий. Мир входит в стадию глубокого кризиса. Я о нем сейчас расскажу. Но выживут в этом кризисе только успешные социальные модели и государственные, которые способны адаптироваться к новым условиям. Почему? Потому что, как показывает нас опыт мировых конфликтов, вот каждый мировой глобальный конфликт завершался государственным разрушением. Была Австро-Венгрия, хлоп, два года ее нет. Была Германская империя, хлоп, ее нет. Был Тысячелетний рейх, хлоп, а ГДР, ФРГ, такие, вообще непонятные. Была Чехословакия, хлоп, Чехословакия, была Украина всего два года назад. Давайте возьмем десять лет назад. Прекрасная страна. Ну вот так вот по большому счету до первого Майдана. Ну обычная, ничем не отличалась от той же России по-большому счету. Ну были какие-то свои нюансы, но по-большому счету. Бас всего 15 лет, хлоп, и это же не начало, только начало дробления. Там еще дальше будет дробиться, дальше, дальше, дальше. Югославия точно так же. Ну, тем, кто старше поколения, была Югославия, кто там знал, кто там сел, кто там корвал, да? Хлоп, ты только раз. То есть, вот после мировых конфликтов происходит перекройка границ, и наша задача сохраниться. А для того, чтобы сохраниться, нужно использовать наиболее эффективные модели государственные, которые есть очень разные. Почему? Потому что в Беларуссии своя экономическая модель, специально-экономическая, в Казахстане другая, в Российской Федерации третья. То есть, Союз позволяет брать наиболее успешные образцы и интегрировать их в Союз-вынуков. Поэтому мы сейчас покажем первый ролик про Беларусь, чтобы вы понимали, что я имею в виду под государственными моделями. Так. Одна-ка Беларусь. Только у нас звук не очень громкий. Давай, давай. В таможенном Союзе Беларусь является одной из наиболее экономически разных изкупинок. Страна не только полностью восстановилась после разрухи 90-х, но и увеличила объемы промышленного производства, создав свою уникальную модель экономики. Ключевой игрок беларусской экономики государства, собравшее предприятие в холдинге, сохранив межпрослевые связи. Металлургические предприятия входят в состав государственного холдинга Беларусская металлургическая компания. Химический и нефтехимический звенья в холдинге Белнефтехим. Сельскохозяйственными землями распоряжается Минсельхоз. Созданные беларусами холдинги уже становятся основой союзных корпораций. Беларусами уже завоевана треть мирового рынка карьерных самосвалов, четверть рынка электротранспорта. Каждый десятый трактор продаваемый в мире белорусских. Порядка 73% машиностроительного экспорта приходится на страны таможенного союза. Отличительной чертой экономической модели Беларуси среди постсоветских республик служит его социальная направленность. В постсоветской Беларуси не было массовой приватизации, а потому олигархия, как класс, владеющая отраслями народного хозяйства, не сформировалась. Крупный капитал не влияет на общественно-политические, экономические и административные процессы в республике. Задачей государства является не упрощение производственной системы, а создание рабочих мест высокотехнологичной конкурентной экономики. В приоритете не коммерческая выгода собственников, а рост промышленного производства и доходы государства. В Евразийском Союзе Беларуси станет кузнецей кадров, способных работать в условиях сложных социально ориентированных управленческих систем и восстанавливать экономики менее успешных республик Союза. Беларусь непрерывно модернизирует производство и привлекает инвесторов под стратегические проекты. Так, Росатом строит первую в Беларуси атомную станцию, что позволит стране отказаться от импорта электроэнергии и увеличить конкурентно-способность урорусской экономики. Российский Сбербанк за последние три года инвестировал в проекты на территории Беларуси свыше 11,5 миллиардов долларов. Уже сейчас Беларусь задает тренд развития в таможенном союзе. Попытки российского калийного олигарха обмануть государственный концерт «Беларусь-калий» завершились арестом уголовным делом и утратой бизнеса. Инициатива Минска по ограничению влияния олигархии в таможенном союзе была поддержана всеми партнерами. Ключевая задача евразийской интеграции в беларусские принципы антикоррупционной деятельности народовласти и отношений государства в бизнес нужно внебрять во всех союзных республиках. Однако Евразия ключ к пониманию. Посмотрите. Посмотрели? Понятно, что я имею в виду под государственным моделем. В первую очередь экономическим моделем. смотрите. Ничего уникального не произошло например с той же Белоруссией. Все очень просто. белорусские компании попали под американские санкции еще в 2005 году. Послов США отзывало из Минска еще в 1997 году. то есть процессы которые разворачиваются сейчас в России на самом деле это более глобально потому что не надо говорить Белоруссия конечно же региональная держава и глобальная континенталь но тот путь который во многом проходит сейчас России с санкциями с торгово-экономической войной там до сих пор у всех запреты на въезд еще с 2001 года Россия во многом догоняет по политэкономическим процессам Беларусь и связана тоже с объективным показателем почему потому что стабилизация власти России произошла в 99 году с первым приходом власти Путина а стабилизация власти в Беларуси произошла в 94 году то есть на 5 лет раньше вот вы имеете те самые 5 лет с чего начиналось потому что Лукашенко лежал в таких же условиях там я много родственников в Беларуси родители жили в Беларуси вот допустим она страна транзит республика транзитная Беларусь поэтому там просто был банальный коп-стоп на трассах братва грабил проезжающие которые с Прибалкики ехали туда ее просто там ликвидировали в Беларуси кстати есть смертная казнь в связи с чем очень низкая преступность я не знаю связано это или нет но за все время был всего один терактный кролик тот не меняемый человек это более советская модель там во многом действует уголовный полис причем в СССР виды измененных например в Казахстане намного более эффективное администрирование финансовой политики но общий центр финансовый будущего Российского Союза будет находиться в Алмааке то есть даже не в Астане не в столице а в самом крупном городе там очень эффективно именно администрирование это проявляется даже в очень таких простых вещах но понятных нашим людям например девальвация российской валюты в Казахстане тоже произошла девальвация но произошла очень просто в один день люди проснулись и бац 150 тенгезов вот встал 180 тенгезов доллар все так немножко почухали реку ну и ладно какая разница по большому все равно все сделки внутренние в России же пошли по биржевой схеме иначе из людей нервы тянуть особенно я знаю из крымчан тянули нервы потому что крымчане жили же в украинской юстиции большую часть а там же все доляры и вот эта вот нервотрепка когда вот эта вот грань а его еще по телевизору показывают растущий доллар и у людей вот происходит а в Казахстане так как более правильное администрирование там хлоп все девальвировали кто-то там три дня готов и забыли по большому счету ну цены-то все равно внутренние казалось бы простая вещь но в условиях кризиса и краха это может привести к каким-то локальным даже мутам давайте называть вещи свои имена да ну вспомним чем Майдан же сначала начинался финансовый Майдан потом еще кто-то другой ну то есть пробовали загадить через разные через разные вещи смотрите если у нашего союза у Российской Федерации не выстроится в самое ближайшее время стрессоустойчивое способное развиваться в мобилизационном режиме политическое экономическое я не разделяю это настройка экономической модели государства это приведет к тому что мы в этой войне проиграем смотрите никакие мировые войны нового времени я беру сейчас отрезок только вот этот 500 летний со времен их на самом деле вот каждые сто лет у нас происходит какой-то глобальный конфликт и этот конфликт всегда завершается смертью мирового платежного средства вот первый глобальный конфликт например развернулся между Англией и Испанией за контроль над колониями до этого испанское что у нас там было песо или не песо или леал леал испанский и песо это был как сейчас доллар США мировое платежное средство Испания проиграла в войне на арену вышел еще кстати фунт не вышел на арену вышел французский кто у нас Либерс французский кто у нас французская платежная франк франк позже 19 веке потом у нас появился и только мы протопали потом наполеоновские войны положили наполеон проиграл и это положило конец того что франция французская валюта стала эпоха фунта весь 19 век фунт стерлингов это EQ я помню только по дюма пистоны пистоли кардинальские это была мировая валюта потом появился фунт после первой мировой войны его немножко потеснил доллар а после второй мировой войны полностью занял это место между первой и второй мировой войны был промежуточный вариант соответственно в 21 веке произойдет переход в другой платежной системе какая она будет может быть мы не знаем неизвестно неизвестно но это неизвестно почему потому что кто предложит наибольшие гарантии ту платежную систему придет может быть Россия придет может Индия мы же не знаем но как и любая война перед тем как перейти в стадию острую она сначала протекает как торгово-экономическая война ну вот например наполеон конечно так и не вторгся в Британию но блокаду ему устроил такую что мама не горюй тоже было с Германией когда она вступала в первую ровную ей резали все по колониям она в Африке пыталась активничать ее там подрезали аналогично поступали с британцами США которая перехватила в Британию пальму первенства на самом деле перехватила под управление ее колонии а именно торговые пути почему что произошло глобализация сыграла с нами очень злую шутку в каком смысле произошла спецификация производства то есть вот вы собираете не знаю телевизор в Крыму вырежьте даже телевизор собирали даже теоретически мы решили давайте снова будем выпускать телевизор и мы столкнулись с такой проблемой что так как рынок мы вот этот слайд номер один всего 0,2 миллиарда производить у себя какие-нибудь платы микросхемы какие-нибудь там собственно жидкость панель саму для телевизора просто бессмысленно нам это просто невыгодно у нас нет такого рынка чтобы продать сто тысяч телевизоров фотоны да у нас возникает проблема окей мы можем произвести у нас даже будут наши инженеры будет своя прошивка какая-то операционная система российская но конкретно транзисторы платы нужно купить где-нибудь в Малайси мы их купим они даже стоят всего 2 доллара ну копейки стоят да но вопрос как мы их сюда к себе доставим физически вот как поедет эта татуа она поедет либо по морю пароходом и сюда приклоним да либо она придет посуше и сюда приедет вот в чем смысл санкций против Крыма да то есть обрубить возможности для любой относительно высоко технологичной деятельности да чтобы здесь все это не производилось соответственно у нас встает вопрос Юго-Восточная Азия все равно будет мастерской но мы вот эти товары которые нам необходимы критически доставим себе сами или это будут делать контролируем мы не контролируем морские плечи ну нужно понимать да вот опять с чего начинал товарищ Гитлер свою войну он как бы утопил торговый караван да и первая мировая война была точно такая же да потому что кто контролирует море тот контролирует остатки но мир глобализация таким образом все распределила что вот эти все ниточки они жутко между собой вот так вот ну понять это матрица то есть понять это нереально это абсолютная матрица однако случается такой парадокс что с одной стороны есть мировая мастерская да вот юго-восточная страна значит есть мировой банк это сейчас данный момент штаты ну евроатлантика США плюс евро которые производят деньги и товары и обменивают их на товары но есть еще мировая кладовая для того чтобы товары делать их надо из чего-то делать да ну физически да то есть тал уголь руды энергия электроэнергия кладовая наша и вот есть вот представьте себе вот есть три офиса да вот один офис это где все происходит на заводе второй это карьер где все добывают да и третий где производят просто деньги и потом обменивают вы будете между собой торговать вот вы товаром а вы ресурсами но вот этими деньгами которые мы вам дали вот большая игра менеджера помните что происходило в игре менеджера или монополия с каждым кругом денег в игре становится все больше и больше если в начале игры карточка стоила например 100 монопольных рублей да то к концу игры карточка стоит уже 10 тысяч монопольных рублей точно каждый здесь вот эти вот сделки гонялись 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 цены росли на бирже деньги печатали их напечаталось уже одно количество денег и на самом деле партия мировая которая разыгрывается сейчас это не дать заключить сделку прямую между мировой плодовой где все добывалось и мировой мастерской потому что по большому счету и кладовой и мастерской никакие посредники не нужны зачем у нас ресурсы у нас военные технологии у вас гражданские технологии и производство зачем нужны посредники поэтому по всему периметру в России и особенно между Россией и Китаем происходят кризисы аналогичные украинские и на самом деле гражданская война на территории Украины не видеть ничего нового просто в Москве конкретно в Москве на это не обращали никакого внимания первый пизданочек прозвучал напомню в Таджикистане в 1990-х годах гражданская война потом Днестр раскол в Молдавии Кавказ Кожская резня конфликт между киргизами и узбеками первая светная революция в Киргизе вторая светная революция в Киргизе просто уже когда дошло дело до Украины где живут ближайшие родственники все там бывали и вообще это сложно разделить это рядом вот здесь под боком тогда уже вот это все схватились за голову ах ах как же так оно произошло ничего не произошло он как в это на самом деле это понять нужно было еще в 1993 году на примере Таджикистана когда вовчики убивали этих самых вот таки-то это были вовчики а сторонники власти центрально это были юрчики типа Юрий Андропов сторонники ГГБ юрчики против вовчиков то есть ватники против угробов ну вот оно как-то как это устроено везде но это с нашей точки зрения мы находимся внутри а это знаете как вот наш общий историю про тараканов будильники когда ты находишься в будильнике таракан для тебя это целый мир а на самом деле это просто будильник но ты не можешь на него посмотреть извне мы находимся в такой же ситуации почему потому что то что для кого-то трагедия для кого-то это просто бизнес да и смысл гражданской войны на территории Украины это подрыв одного из торговых путей а если быть конкретным это один из великих торговых путей Евразии который наши предки называли зваряк в греке то есть соединение балтийского бассейна и черноморского это вот собственно его южный окончатель этого великого торгового пути и когда у вас на огромной территории 40-миллионной происходит кровавая каша соответственно никакой торговли нет вот а куда деваются торговые потоки они уходят либо с Белоруссии на Польшу дальше туда по Южную Европу а вторая часть распадается на Краснодар и в Краснодаре к сожалению нет таких удобных портов да новороссийский там ходит ну он физически ограничен находясь как бы ну физически да то есть порты нужны вот эти вот это вот обрежье оскар ну ладно ну ладно радиальные дороги вот поэтому идет война за торговые пути а торговых путей у нас несколько вот торговый путь один вот наш Балтийский-Черноморский и второй как бы а глобальный это собственно называется вот шелковый если вы посмотрите карту нашей части Евразии мы сейчас покажем второй ролик да вы увидите что Россия по всему периметру окружена вот такими точками неспокойствия которые начали включать как тумблеры и включение это как бы активно произошло например на границе между Россией Казахстаном и Китаем есть такой сеньцзян-юйгурский автономный называется район он живет в этом районе по-моему 30-90 человек ну вот это тюрки-мусульмане у которых был уйгурский каганар и он попал под влияние ну короче китайцы взяли его под контроль и сейчас такая автономия ну вот как Крым был в составе в Украине такая странная автономия республика в республике странно но так как Китай это у нас здесь одна республика как называется китайская народная республика даже не федерация в республике не может быть еще одной республики поэтому там автономный район 30 миллионов человек ну неплохо там теракты происходят вот стабильно потому что мусульмане здесь мусульмане там как бы китайцы плюс есть ханский национализм ну китайский такой шовинизм даже я бы сказал Таджикистан Афганистан который находится здесь там же и является еще такой же ключевой точкой как вот Украина находится на вот этом пути варяг-греки точно так же Афганистан находится на торговом пути в Индию если там нестабильные караваны то соответственно товарное обращение с Индией какое происходит морское вы же не можете с них послушать торговать будете торговать по морю в этом собственно все и заключается потому что смотрите начало 21 века произведет еще один кризис который прямо скажется на Российской Федерации и вопрос о том как выйдет из этого кризиса Российской Федерации это вопрос об энергоносителе 21 века дело в том что тоже где-то в среднем в каждом веке в каждом столетии происходит смена энергоносителя вот прошлая смена столетия это была замена угля на нефть а после на нефтегаз скажем так то есть основным энергоносителем был уголь который потом сменил нефтегаз был соответственно это видно даже на чем двигатель внутреннего сгорания на котором мы ездим наши машины инженерно ничем не отличается от того что было сто лет назад ну понятно появились автоматические коробки кондиционеры дизайн ну все эти понты но то что у нас везет и то что к нему подключено в виде коробки передач оно не менялось сто лет казалось бы мы уже в космос улетели интернет вообще мир изменился а как ездили так и ездим почему потому что не произошла смена энергоносителя у нас главным энергоносителем является нефть и газ я не знаю на что сменится энергоноситель ученые я не ученый я все таки больше пропагандист ученые говорят что все таки очень скоро будет обузан мирный атом в безопасных масштабах кто то говорит о водородных говорят разные но энергоноситель будет другой ничего страшного в этом нет когда-то 150 лет назад Россия тоже не экспортировала нефть и газ как тогда не было если мы не пересмотрим нашу экономическую модель и дальше будем все инвестировать исключительно в нефть и газ нас ждет очень печальная судьба шаг Донбасса потому что кто бывал на Донбассе тот знает что там есть два типа шаг есть тип шаг где добывается коксующийся уголь который в металлургии используется а есть где энергетический уголь который только для отоплива вот энергетический уголь вообще не выгодно это вообще очень дорогое вторая такая вторая такая проблевая это вообще в Оркутах еще на Калинию сейфу вот с нефтегазом будет очень подобная история нет на какое-то время это растянется уголь тоже не сразу был вытеснен да это 10 20 30 ну какой-то будет отсрочка да но в целом нужно к этому готовиться что будет смена энергетического поколения да кто первый сообразить тот и будет чемпионом жизни вот причем это проявится во всем то есть от отопления наших домов до на чем мы ездим до это будет вообще революция например гражданской авиации да потому что это очень дешевый энергоресурс при нынешнем уровне технологии позволит тому чтобы сделать алиеперевозки вообще ну сверхдоступными да в принципе даже Советский Союз до этого дошел зашел продешевление цены на керосин он добился того что нереально дешевый гуля авиаперепуск ну и как кстати показывает опыт сообщения с Крымом авиационный можно очень вообще доступное авиасообщение запустить совершенно можно еще дешевле это сделать для надо строить свои самолеты и запускать свой керосин смотрите у нас есть три испытания которые обернутся для нас большой войной я как бы подытожу первое испытание это мировые торговые потоки нас будут оттуда всячески вытеснять устраивая кризисы подобные ну назовите как хотите назвать сомалийский кризис потому что в Сомали тоже была похожа ситуация потому что вопрос стал когда стоял вопрос контроля над выходом из Красного моря то есть Советского канала а Советский канал это ключевой транзитный ну иначе шутком теорет для того чтобы не плыть вокруг Африки а Сомали как раз находится в излучине Красного моря и собственно пиратство как феномен сомалийский оно было в первую очередь выгодной корпорацией почему потому что как бы вот эти корабли не графты а эти корабли не графты ну классическое пиратство в принципе так же возникло например украинское казачество это кто такие это люди которые сидели на торговых путях и их контролировали там была торговля спорта атаманская их вассалами ханском крымским там была Московия товароборот все равно шел рабы черница еще что-то пряности все равно шеи и кто такие вот село такое казачество на эти торговые пути и их контролировало то есть вот такого вот дряни будут подсовывать очень много почему потому что когда на пути этого торгового пути дробятся государства образуются всякие микровласти которые становятся паразитами я уж понимаете для того чтобы торговый путь работал он должен быть вот такой как шоссе вот вы загрузили товары где-нибудь там где-то в Шанхае и он должен вот так вот пройти до конечной точки и никто его не должен тронуть все должно быть максимально публично тогда имеет смысл тогда это альтернатива морю потому что в море он же именно так его в штрюме опечатали он пришел в порт и выгрузился поэтому будут пытаться создать массу национальных государств и конфликтов в этом смысле мы уже проиграли вот Россия уже проиграла в один из раундов торгово-экономической войне допустив гражданскую войну на территории Украины все оно уже проиграно почему потому что огромный кусок окончания торгового пути уже находится в хаосе все то есть его можно восстановить за год за два за три вопрос как бы как ставить но чем больше он будет дробиться он будет дробиться тем как бы все можно забыть это уже все это болото через это торговать невозможно не говоря о том что производить таких может быть очень много это кстати очень хорошо видно на примере помните с чего мы начинали Закавказская Советская Республика вот у нас есть еще очень похожий кстати Крымский гамбит у нас есть еще гамбит кавказский вот это у нас каспийское вот это у нас черное здесь у нас есть Грузия здесь у нас есть Азербайджан здесь у нас есть Армения значит здесь у нас соответственно РФ Кавказ это такой же транзитный коридор как где мы находимся здесь смотрите у Армении нет отношений с Азербайджаном вообще вы в принципе не можете переехать у России нет фактически взаимоотношений с Грузией они как-то теплеют но их фактически нет а здесь еще есть Турция у которой тоже нет отношений с Арменией а у Армении нет выхода в Черное море вот что делать Армянам в Москве вот что делать Армянам в этой ситуации не напоминает вам Крым ну на уровне схемы ну так оно и есть но но что очень важно к вопросу как это не удивительно экономика политэкономия это все-таки гуманитарная наука вот почему потому что слишком важен человеческий фактор и очень часто там войны какие-то решения непонятные принимаются под влиянием в данном случае мне очень нравится почему я себя называю евразийцем потому что у нас историю привыкли рассматривать как набор фактов произошло то-то произошло то-то произошло то-то а вот гуманев ввел очень интересный термин под названием комплементарности то есть вот есть этносы которые друг-друг комплементарны например тюрки комплементарны русские ну вот причем любые казахи даже крымские татары кстати я же много с ними общаюсь я же с ними бил политическую часть а обычных людей которые вот живут с ними легко находишь общий язык вот комплементарность а какие-то у поляков с русскими ну жуткая некомплементарность хотя казалось и те славяне и те славяне это набор каких-то взаимных обид претензий массы всего оно вот так вот наслаивается историческая память ну там социальная память войны какие-то ну масса всего оно есть и вот это выстраивая политику надо учитывать вот эту комплементарность связанную с чем вот этот вот кризис он не решаем по отдельности азербайджанский кризис не решится между Баку и Ереваном между Тбилисией и Россией вот между с ними самими не решится но как этот кризис возможно решить все эти страны испытывают по отношению к России являются и армяне и азербайджанцы и даже во многом грузины являются одним из государствообразующих этносов России ну почему потому что их проживают в России не меньше чем у себя на родине ну соответственно у этих понятно могут понятно что у них две родины собственно эта родина и так где их проживает наибольшее количество понятно что мы сейчас большевики они же именно так это и решают почему основателем Советского Союза была Закавказская Федерация потому что договориться отдельно с армянами и с азербайджанцами о создании Советского Союза было бы нереально ну потому что эти заплеты они у них очень давно и очень давно тянутся но с некой Закавказской Федерацией можно было договориться о неких правилах общежития почему потому что у азербайджанцев есть интерес транзита нефтегаза в Черноморский регион то есть они в идеале хотели бы еще присоединиться к этому турецкому потоку который развернули в Болгарии грузинам нужен доступ к России России нужно сообщение с Арменией которое возможно через Грузию я же нарисовал Россия не границ с Арменией но Армения как бы в союзе Грузии нужен доступ к России Армении нужен транзит с Россией при этом гарантии не войны с Азербайджаном чем выступает Россия Турция в данном случае получает поток но при этом Турция является соседом и Грузии и Армении и имеет особые интересы в Азербайджане как Россия имеет в Армении Тургейские националисты считают что каких-то азербайджанцев нет азербайджанские националисты считают что мы являемся смешением тюрков и персов геранцев то есть позиция России и Турции позволяет развязать вот этот узел я кстати думаю что консенсус крымский без позиции Стамбула был бы не вызван насколько я знаю политическое влияние именно политическое на миджлист ну и вообще эти все взаимоотношения то есть без позиции Турции на то что все решаем мирно это было бы невозможно решить по крайней мере были бы очень жесткие обострения собирались бы какие-нибудь исламские конференции ну то есть было бы во немного таких узлов еще очень много я не буду вам как бы много примеров в Средней Азии точно такой же узел только там завязаны интересы Узбекистана Таджикистана кстати больше всего радовались так как они паразмерциально недавно был Кишангер а там же очень интересно таджики более древний народ это персы то есть они себя считают еще древними персами Шахеризада все дела многотысячелетные и города исторические Самарканд и Бухарад это как бы таджикские исторические города находятся у Узбекистана узбеки и таджики любят друг друга ну так очень мало любят прочая проволока первый самолет с 90-го года запустился в прошлом году из Ташкента в Душанбур ну да масса как бы там связаны не будут останавливаться да но они считают своими городами Самарканд и Бухарад ненавидят Узбеков ну политическое руководство ненавидят и тут случается история с Кремом и тут душанбинские националисты такие о сейчас мы себе по такой схеме Самарканд с Бухарой заберем там начали сказать Бухара наш ну то есть запустил это какие-то даже какие-то разборки были внутри политические да а там это связано с тем что в Самарканде и Бухаре больше таджиков чем узбеков живет ну которые говорят на таджиксы их там записали все в узбеке да но фактически связями они между собой связаны да то есть вот эти вот схемы они будут запускаться все вновь более новые и новые да например у Казахстана с Узбекистаном сейчас стекает в следующем году или через год там есть очень какой-то мутный договор о аренде Каракалпакии короче ну это автономная тоже республика в которой есть еще одна автономная республика то есть это еще в Узбекистане есть еще автономная республика Каракалпакстан 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 да вот там тоже будет такой вопрос потому что как бы эти Каракалпаки они ближе этнически к казахам то есть это такие ну тюрки кочевники а это сарты и седры то есть совсем другая культура у них там свои взаимоотношения подняки козлиных точек будет очень много в них очень надо разбираться я возвращаюсь к первому нашему тезису да у нас Евразийский Союз журналистика и так цель и чистота понимания вот про журналистику все так или иначе журналисты да вот я утверждаю что наши в том числе и федеральные СМИ в массе своей не понимают о том как бы в какую вообще бучу втянули ну втянули втянули самарки России не пытаются втянуть они продолжают находиться в повестке больше газа с нефтью продали больше денег получили и провели демонстрацию на 9 мая ну все отлично а ну и губернатора еще задержали чтобы борьба ну это постсоветская повестка 90-х 2000-х она была актуальна в свое время допустим если бы такого как Хорошай задержали бы в 95-м году всего не помню как это вообще зачем это надо не двигаются они за повестки поэтому а учитывая что современные средства массовой информации они же не требуют физического присутствия для того чтобы быть известным популярным автором в России для этого не обязательно находиться в Москве ну лучше там как-то отсвечивать лицо на телевизоре но в принципе ничего не мешает в интернете заниматься я занимался долгое время однако у нас однако Евразия получилась однако Украина но оно переросло закрыли в 12-м году однако Украина и перешли более глобально я куча авторов писала я по полгода мы работали мы их увидели сперва с Сашей Бремюги настолько общались только потом как-то оно вообще никак не связано учитывая видеотехнологии современной ничего не мешает делать это все значит вот в той части которая журналистика уже сейчас центральная журналистка испытывает жуткий кадровый блок ну российский в первую очередь это можно было видеть например украинского кризиса который он начал разворачиваться в данном случае для меня почему я еще часто стараюсь у вас бывать в Крыму для меня крымчане является очень важной такой фокус-группой потому что люди которые жили в украинской юрисдикции которые понимают короче которые понимают что такое на самом деле в реальности но при этом сейчас смотрят немного со стороны за этим всем вот с чем столкнулась российская журналистика начался украинский кризис жуткий репортеры на передовой вообще красавцы лучше русского репортера никто себя не проявил вообще в ближайшее время все сидят в окопах а они прям как бы так а вот собственно аналитическая часть не справилась обратите внимание все спикеры так или иначе пришли с Украины по этому кризису который до этого почему потому что по факту московский аналитический класс не только экономики он смотрел по привычке с какой-то колокольной они даже вначале даже не управлялись в чем разница между Харьковом Одессой и Вильницей для них это все одно такое потому что когда ты смотришь на процессы сидя как бы внутри третьего транспортного кольца и бывая в аэропортах а куда-то потом попадая в такой же аэропорт и где-то там поделан ты на самом деле даже не видишь реальных процессов которые происходят обратите внимание Россия-24 попыталась дернуться в начале 15-го года в конце 14-го я понял что спустили план все евразийская интеграция давайте значит они дернулись попытались сделать пару роликов потом это все закончилось потому что они просто столкнулись с нехваткой спикеров нехваткой кадров ну и вообще нехваткой понимания что-то происходит у них же на самом деле парадокс у центральных российских каналов спецкоры в Киеве есть о Минске или в Астане не говоря уже о Бешкерии но есть какие-то стрингеры которые время от времени хотя это же ближайшие с республики сейчас уже вступают в Союз ну как это там должен такой работать вообще как Евроюс работает у них же везде Бельгин какая разница но московский принцип это заинтересоваться войне Башин Кремля это их результат и погубит и украинский кризис очень можно видеть как он их уже это будет почему потому что адекватных людей реального которые могут все их нет их можно пересчитать просто по пальцам это в принципе такая вещь уже была в нашей отечественной журналистики она была в конце тоже сто лет назад между революциями когда всем журналистика я более широко смотрю что такое журналист человек который смотрит на окружающую политику и экономику пересказывает своими словами я считаю что это значит репортеров мы оставляем в стороне это вообще отдельно репортер человек который делает репортаж на месте а вот все другие журналисты даже если делаешь интервью с приезжей звездой ты все равно через себя интерпретируешь что ты хочешь в тех вопросах задать вот это журналистика для меня кто-то пишет блоги профессионально работает редактором монтажеров вот сто лет назад тоже не могли понять почему потому что началась первая мировая война был жуткий вот крым наш по сравнению с тем что было после объявления войны германии это было вообще даже не угар патриотический это вообще вот там же великие княгини шли добровольцами в полевой лагеря люди сдавали деньги на военный займ то есть там добровольцами записывались дворяне то есть это был и всего через три года это привело к тому что портреты как бы государя пинали и как бы ну и вы сами знаете чем это все закончилось всего за три года и вот журналистика в широком смысле этого слова она конечно свернула себе голову да потому что всего три года назад мы значит в угаре патриотическом а о чем сейчас писать да о том что как бы хлеба не завезли ну совсем другая реальность вот так например там часть ушла в декаденство собственно Серебряный век из этого и состоял да то есть опиум ну и пошла короче жара да часть там как горький например они выдержали то есть они доказали свою историческую правоту ну что они были правы по-моему но фактически все склопнулось и привело к тому что например советскую журналистику зарождал товарищ Маяковский ну по факту Это отец советской журналистики, агитационной, вот эти две функции между собой вообще нельзя различать. Почему? Потому что как только вы стали журналистом широкого смысла этого слова, то есть что-то сделали, через себя интерпретировали, вы стали фильтром, вы стали разносчиком агитации. Как только вы что-то публично произнесли, даже в семье у себя, вы сказали так, а я считаю, что доллар не должен стоить 62 рублей, или там, я считаю, что там очень дорогие помидоры крымские у нас на месте, потому что, блин, большая торговая надбанка, все, в коллективе, вы стали агитатором, хотите вы этого, не хотите. У нас слово агитация загадили, загадили бесконечные выборы, да, агитатор это человек, который как бы разносчик. Я считаю, что надо возвращаться к классическому пониманию агитации. Агитация это наличие собственной позиции. А когда у тебя есть какая-то позиция и мнение по этому поводу, вот на самом деле это же нам ловушку проговорили, да, что вот есть некие каноны журналистики, да. О том, что мы берем две противоположные точки зрения, и между ними, как между Крапликом и Леонид Кравчук, ну, как вот, значит, журналист вот такой вот, ну, это неправда. И вы это можете видеть, в чем еще, говорю, в чем мне очень нравится Крым, в этом смысле здесь одновременно показывают и российские, и украинские телеканалы. Это просто идеально. Ну, нет, ну, для меня это вообще идеально, когда ты видишь одну пропаганду государственную, вторую государственную. И просто, ну, смотришь, как на меня, меня же нельзя, от того, что я буду смотреть украинские телеканалы, они меня не переагитируют. Ну, и вас, я уверен, да, то есть если у вас уже есть позиция, она есть, да, вы можете плеваться, разговаривать с телевизором, как герои из Таганрога, да, но на позицию вашу это никак не повлияет, да. Точно так же, как другая страна будет смотреть российский канал, ничего на них вообще никак не повлияет. Жалко, что мы не смотрим еще телеканалы ДНР, ЛНР, вот реально, вот это очень жалко, это то, чего лично мне... Я пытаюсь иногда их смотреть, там есть Луганг-24, по-моему, у них там, ну, в Донецке что-то... Нет, по-моему, ну, тоже извини, я не помню. Ну, в общем, смотрю иногда, как бы, именно сюжеты и... То есть на самом деле, ведь на самом деле нужно же их смотреть, потому что они участники прямого боевого конфликта, да. Но мы смотрим глазами либо одними, либо другими. К чему я это говорю? Вот первый, кто поймет, что от этого слова журналистика, слово агитация равно не надо ставить, это вот такой знак, наверное, приблизить. Наверное, вот такое, да? Движение, ну, то есть, следовательно, или как мы называем, следовательно, да, есть вот? Вот, следовательно. Как только вы занялись журналистикой, вы занялись агитацией, следовательно. И вот тут возникает вопрос. Вы занялись плохой агитацией или хорошей, или контрагитацией? Почему? Возвращаясь к курсу доллара. Никто больше не сеет панику среди российских граждан, чем российские федеральные каналы, которые какого-то хрена каждый день показывают графики падения или роста национальной валюты. Потому что они загоняют людей в кону, они начинают, какого хрена, у тебя всю жизнь была зарплата в рублях, в 100 тысяч рублей, в 200, в 50, у кого какая. В России долларами не меряют уже, ну, мне сложно, я в России работал как бы налетами, да, там с 99 по 2003 год много, да, и с 2007 по 2010, и как бы с 2002, то есть вот разными, да. Я помню еще, когда была доларизация экономики, когда сделки машины до конца 90, доларизация, и потом оно вообще сошло на нет. Сначала отказались от квартир, машины еще были в долларах, ну, я помню, это где-то, наверное, год 2002, 2003, так вот, еще машины, то есть самый черный рынок еще торговался в долларах, но квартиры уже перешли рублевые, да. То есть по большому счету, кроме тех, кто сидит на грантах, те, кто критически зависит от импорта, ну, это очень мало людей, там, ну, я знаю, креветками какими-то, зеландскими торгуют, ну, совсем специфически людей, да. И то, что называется креаклы, да, креативный класс, ну, который тоже интегрировал. В принципе, это ничтожное, вот если дворян было в России 0,5%, да, профситического класса, если говорить языком большевиков, да, то креаков это даже меньше, чем 0,5%. Средоточен, в основном, в Москве, чуть-чуть в Питере, совсем чуть-чуть. И вот там в Новосибирске, в Нижнем, это просто людей, которых можно посчитать, ну, вот, 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 там, митинг каких-нибудь белоленточек в Новосибирске, это 15 человек, их всех знают. Ну, вот, вот, их, ну, их просто все знают. Ну, это вот, как, я помню, раньше тоже в Крыму эти, был такой, пробой голова, да, и, ну, руховец, да, националист. Вот, есть, пробой голова, да, вот, и вспомни их митинги, 5 человек, я не крымчанин, уже 3 раза, я их знаю, ну, вот, я этого человека видел, этого, этого, и, ну, там, точно такая же ситуация. Перерыв сейчас у нас, да, отлично, я подвожу к перерыву. Смотрите, и вот, так как мы стали автоматически агитаторами, шаг от агитатора в контрагитатор, на самом деле, не заметно. Вот, я уверен, что те, кто показывают бесконечно россиянам графики курса доллара, они не являются вредителями целенаправленно, у них нет такой мотивации, да. Но, так как они профессионально, как журналисты, поместились в либеральную финансовую среду, и они действительно считают, что для России важен каким-то образом курс рубля к доллару, они стали контрагитаторами. Почему? Потому что они загаживают головы ненужными графиками, которые вводят людей в психоз, которые заставляют людей думать о херне всякой. Ну, потому что не должен нормальный человек, если его волнует действительно проблема национальной валюты, его должна волновать проблема цен. Почему это под шумом каких-то биржевых сперкуляций, у вас просто цены на... Вот у меня был разговор, да? Я много летаю, поэтому езжу конкретным примером, как это производит, как эта контрагитация бьет по нашим кошелькам. Кто бывает часто в Москве, знает, что просят его добраться на электричке, аэроэкспресса, аэроэлектричка. Ну, ты из центра Москвы, ты сразу попадаешь в аэропорт без пробок, без ничего. Она стояла 330 рублей. Хлоп, бац, бац, санкции, что-то-то-то-то, хлоп, 400. Я решил забраться с вопросом, ну, типа, и рассказывать, там, какие-то у нас, значит, кредиты, еще чего-то. Частная компания, не РЖД, не государственная. Поезд произведен в Демиховский, завод электротранспорта, как его называют, российский. Аренда, ну, пользование железнодорожным полотном. РЖД, российская. Зарплаты, рублевые. Доходность рублевая. Какого иного? Вот почему конкретно у вас подорожал билет на 20%? Расходы у вас все рублевые, доходы у вас рублевые. Произведено у вас все в России. Почему, да? Потому что, в отличие от нас, плохов, которым вот это вот вешивает такую чушь про графики и падения курса, да? Капитал, вот, предприниматели, они на этом зарабатывают. Так же, как зарабатывают персовские с краснодарскими на вас. Ну, точно так же на мне заработали вот эти вот, как бы, не только на мне их, десятки тысяч. Но при этом, уже вот точка-точка, в один из аэропортов Москвы, конкретно в Домодедово, можно добраться вот этой вот частной аэроэлектричкой. Она ходит каждые полчаса. А можно заехать электричкой РЖД. Но она ходит всего 4 раза в день. Приезжает, уезжает с того же вокзала, по такому же направлению, едет, по-моему, на 10 минут дольше, потому что останавливается еще по-другому. Вот на нее билет стоит 133 рубля. И он не поднимался. Вот вопрос, да? Мы это прочувствовали хорошо. Ну, конечно. Я же привожу, как бы, примеры для... То есть, понимаете, дело не в бабках. Дело в модели. А вот электричка в Белоруссии, куда начался просто украинский кризис, я родителей перевез в Белоруссию, чтобы они просто не смотрели украинский телевизор. Ну, потому что больше всего страдают пенсионеры, потому что там уже страшные инсульты, инфаркты. Ну, как бы, это все понятно, да? И начал пользоваться общественным транспортом в Белоруссии. И вот возникает парадокс, что вот билет на поезд по расстоянию такой же, как от Кист, там, из Москвы, а, до Вологды, кстати, из Минска до Гомеля, одинаковое расстояние, стоит в 3 раза дешевле. Поезда одинаковые, все одинаковое, все одинаковое. Вопрос, куда девается вот эта вот торговая набавка? И чем это угрожает нам как раз в условиях мировой экономической войне? Это после перевозки. Хорошо? Все, перекур, перекур.